Урок Торы на тему, как относиться к разным сложностям в жизни, как относиться к военной ситуации. И мы для того, чтобы понять, как относиться к военной ситуации, пойдем по простому пути. Узнаем, как вели те раввины, как те, кто знают Тору, как они относились к сложным ситуациям, к военным ситуациям. И мы из этого поймем, что и как надо делать. В этой книге есть рассказы про Рэбе. И тут сейчас рассказы интересные. Бригадный генерал Ран Ронен Петер его звали. Это в Израиле, если взять израильтян, они все почти про него знают. И он встречался с Рэбе. Бригадный генерал Ран Ронен Петер отслужил в военно-воздушных силах Израиля 27 лет. И стал одним из самых заслуженных боевых пилотов Израиля. Тут пилоты это бывшая каста в Израиле. Прежде чем стать командиром базы ВВС Тельнов, он командовал летной школой ВВС. Интервью взято у него дома в Дерцеле в августе 2009 года. Еще до того, как я стал командовать Тельнов, крупнейшей израильской военно-воздушной базой, я считал некоторых хасидов Хабада своими друзьями. В этом суть, смысл Хабада. Я буду давать чуть-чуть некоторые такие разъяснения. Хасиды Хабада, они идут к людям, и они идут к евреям. Они стараются со всеми установить контакт. Это их как шлихут до посланничества. То есть они очень активная позиция по распространению тора и заповедей. Это была позиция Ребе, что каждый еврей, который соблюдает заповедь, он совершает невероятный сдвиг в мире. И поэтому мы сейчас, выполняя заповедь изучения тора, мы совершаем огромный сдвиг в позитивную сторону в мире. И пусть сила этого сдвига идет на освобождение пленных, которые сейчас находятся в плену Хамаса, и на уничтожение этих убийц Хамаса, которые в чьей руке в крови невинных жертв. То есть это вот наша сила этого урока, пускай идет на это. И вот, значит, он пишет, это был 1973 год, приближался Йом-Типур. Вся эта история до Йом-Типура 1973 года. Поскольку мы находились в состоянии повышенной боевой готовности, около 2,5 тысяч солдат и офицеров должны были остаться на базе. Желая дать им возможность соблюсти традиции этого святого дня, я решил пригласить в Тельнов несколько хабадников, чтобы они помогли провести Йом-Типур как следует. Представляете? Значит, он на базу приглашает хабадников, чтобы помочь. Это Йом-Типур, как раз когда началась война. Мои гости из Квархабада были размещены в офицерских казармах. Они вели вечерние молитвы, и очень многие военнослужащие, солдаты, офицеры, пилоты, механики и технический персонал приняли в них участие. Мне помнится, что молитвы были очень эмоциональны, военнослужащие были почему-то сильно взволнованы. То есть люди, видно, чувствовали. 1973 год, когда они в Йом-Типур начали войну, то, видно, у них было какое-то ощущение. Вот у меня в этот был... Я как раз проводил семинар в эту... Ну, это было в шаббат, 7 октября. Проводил семинар в Арахим. И как раз первая Азака, я как сейчас помню, я на всю жизнь это запомню, меня вызывают в Кторе. Как раз вот начали только читать утром Тору. В Зот Абраха. Меня вызывают на благословение Юсефа, как раз. И в этот момент Азака. И все такие, типа, как Азакак? Почему Азакак? Как Иерусалим, знаешь, Бетваган? И тут начинают летать ракеты, взрывы, Азака. Знаешь, все не понимают, что происходит. Это вот как раз... Ровно 50 лет прошло. 50 лет и... Ну, несколько дней. Потому что что было в Йом-Типуре, это было в шмине цели. На завтра в 6 утра мне позвонил Роня Перед, командующий военно-воздушными войсками. Наша разведка получила информацию от надежного источника в Европе, что в ближайшие 12 часов нас атакуют. Тут же зазвучала сирена, и все въезды на базу были намертво перекрыты. Мы начали готовить воздушные эскадрильи и наземный персонал к войне. То есть, началось с Йом-Типур, тоже они тогда ничего не знали. За 12 часов их хотя бы предупредили. Тут никто не знал вообще. То есть, вообще не было ни одного сообщения. Это настолько удивительно. Я вынужден был немедленно приступить к проведению инструктажа. Мой кабинет располагался прямо напротив того места, где проводились утренние молитвы. Мне было досадно, что я не мог принять участие в молитвах, как будто я упускал что-то очень важное. Я представлял себе, что хабадники из-за этого могут подумать обо мне плохо, но не мог поделиться с ними информацией о том, что надвигается война. Утренняя молитва. В 14.02, как раз когда я начинал инструктаж для старших офицеров, поступил телекс из оперативного центра базы. Нас атакуют на всех фронтах. То есть, они одновременно напали тогда в Йом-Типур, со всех, с пяти сторон они напали. Мы немедленно выбежали к своим самолетам. Так эта война началась для нас. Во время военных действий авиабаза всегда превращается в цель для удара противника. Поэтому все гражданские лица были немедленно эвакуированы. На базе остались только военнослужащие и хабадники. Несмотря на опасность для жизни, в это трудное время они предпочли быть с нами. С этого момента мои отношения с ними стали особенно близкими. А теперь мысленно перенесемся вперед к осени 1975 года. После войны прошли два года. Наши ВЛС потерпели огромные человеческие материальные потери, и нам надо было быстро восстанавливаться. То есть, тогда они успели застать нас в расплох. Если в 1967 году мы напали первыми, то есть, мы знали, что они хотят напасть, и успели напасть, и разбомбили их самолеты прямо в аэропортах. То есть, тогда, почему с 1967 года война быстро закончилась? То есть, мы взлетели, всех разбомбили, и все. А тут чем страшно? Когда ты не знаешь, они вот сейчас тоже угрожают, этот самый Иран, что они разбомбят взлетно-посадочные полосы. А у нас 1500 самолетов, и без взлетно-посадочных полос будет тяжело взлетать. Небольшая делегация, состоящая из командиров пилотов, техников и инженеров, отправилась в США, чтобы ознакомиться с новым американским истребителем F-15, который планировалось приобрести. Мы получили приказ лететь через Нью-Йорк, Вашингтон, для общего совещания, оттуда в Сент-Луис, где Макдоналд Дуглас производили F-15. То есть, он был уже тогда такой высший чин, и ехали. Наш рейс из Израиля, вот он чем классно? Он пишет минута в минуту, то есть, репортаж, как оно было. То есть, он такой военный, и он, сейчас будет встреча с Рэбой, где он, это самая точная встреча, которую писал человек нерелигиозный, которую вот, ну, и он поминутно, когда он вышел, он говорил, я еще полтора часа сидел, составлял репортаж сразу по выходе, и он потом разослал этот репортаж по всем высшим чинам израильской армии, о своей встрече. Сказали, что в ближайшие 12 часов будет нападение, да. Наша разведка получила информацию от надежного источника в Европе, что в ближайшие 12 часов нас атакуют. Теперь тут же и зазвучают сирены, все въезды на базу были намертво перекрыты. Мы начали готовить воздушные эскадрильи, наземный персонал к войне. То есть, они знали за 12 часов хотя бы, что начнется. И он начал инструктаж, но он не мог сказать, значит, хабанникам, ну, гражданским он не мог сказать, что начнется война. Поэтому у него на молитве. И потом, значит, в 14.02, когда я начинал инструктаж для старших офицеров, поступил телекс из оперативного центра базы, нас атакуют на всех фронтах. То есть, в 14.02 они начали атаковать. Значит, теперь уже 75-й год. Израиль победил в войне, значит, всех разбомбил в это самое. И он говорит, мы прилетели в Америку. Наш рейс из Израиля совершил посадку в аэропорту имени Кеннеди в 5.30 утра. Спустя короткое время я сидел в самолете в аэропорту Ля Гвардия, готовый вылететь в Вашингтон. Вдруг я услышал объявление стюарда. Представьте. Находится ли на борту мистер Пекер? Я и бровью не повел. К тому времени в ради Израиля хорошо знали, кто я такой. Сирийские и дипетские следователи расспрашивали обо мне наших пленных летчиков, поэтому я летел под вымышленным именем. Кто мог искать меня по моему настоящему имени? То есть, и тут в самолете говорят, что мистер Пекер в самолете, это его настоящая фамилия. Однако спустя минуту или две я решил, что серьезной угрозы нет. Я встал и представился. Кто ищет господина Петера, спросил я стюарда. Тот показал на выход. Через открытую дверь я увидел трех обадников. В самолете. Что случилось, спросил я, спускаясь по трапу. Мы хотим пригласить вас встретиться с любовечностью Рэбе. 1975 год. Это великое честь, ответил я. Но я лечу в Вашингтон. Они объяснили, что встреча не обязательно должна состояться в тот же день. Я задумался. Многие из моих коллег, авиационные и другие генералы неоднократно встречались с Рэбе. Я очень много о нем слышал. И мне хотелось увидеться с ним. Да, я на этом встретиться с Рэбе, ответил я. Но у меня две просьбы. Во-первых, мне нужно говорить на иврите. Англисты или французские не подойдут. Единственное время, когда я смогу с ним встретиться, это ночь на воскресенье. Они спросили, как можно со мной связаться. И я ответил, что они могут быть на связи с израильским военным отношением в Вашингтоне. Но самому Аташе я об этом не сказал. Настолько был уверен, что история на этом закончится. То есть он был уверен, что встречи не будет. Однако во вторник мне позвонил полковник Баррикет, военный Аташе ВВС. Ты разведкой, что ли, занимаешься, спросил он. У меня для тебя странное сообщение. Оно звучит так. Утверждено в ночь на воскресенье частная встреча на иврите. То есть Рэбе было такое, что, ну, царь, настоящий царь. Понял, спасибо. Это было все, что я ему ответил. Он дал мне номер Равина Бениамина Кляйна, секретаря Рэбе. Я позвонил Равину Кляйну и сказал, я приеду, буду в отеле Парк Лаун. В 20.00 большой черный кадиллак забрал меня из отеля. Я был одет как хороший в рейсте мальчик. Белая рубашка, красивая типа под цвет галстука. В 20.00 45 мы приехали в 7.70 здание, которое до тех пор было знакомо мне лишь по фотографиям. Равин Кляйн провел для меня незабываемую экскурсию. Он показал телекоммуникационный центр, откуда выступления Рэбе одновременно транслируются в 26 стран. То есть интересно, что Рэбе был за все новейшие технологии. Все, что появлялось, он сразу же использовал. И там действительно это центр, по тем временам это было телевидение, все телефоны. И 26 стран Шем-Ашем, это имя Всевышнего, Адематрия 26. Ну может это совпадение, но 26 имя Всевышнего. Значит, легендарный Митцватанти, он показал мне легендарный Митцватанти, познакомил меня с несколькими хабадниками, предложил легкое угощение. Я поражался тому, насколько тщательно все было спланировано и организовано. Почти с военной точностью. В 22.00 Равин Кляйн отозвал меня в сторону и сказал «Ран, прошу тебя не обижаться. Мы должны заботиться о здоровье Рэбе. Тысячи людей со всего света ждут встречи с ним. И сегодня приехала целая группа студентов, которые будут учиться здесь в этом году. Чтобы создать приемлемые условия для всех и позаботиться о Рэбе, мы выработали такую систему. Гост приходит с письмом, в котором он излагает свою просьбу. Рэбе читает письмо и дает свое благословение. И все. Аудиенция длится 1-2 минуты, у нас просто нет другого выбора. Мы слышали о твоих исключительных, очень близких отношениях с хабадниками из Квар Хабада, а также о том, что происходило в Йом-Кипур. Поэтому у тебя есть 15 минут. Я хочу, чтобы ты понял, 15 минут в наше время – это очень много. Спустя несколько минут подошла моя очередь. Когда я вошел, Рэбе встал, поприветствовал меня и пожал руку. Вот это тут целая история, 41 история встречи Рэбе. Но более точного описания, как это было, я ни в одной не видел. То есть видно, что он… Значит, Рэбе встал, поприветствовал меня и пожал руку. Я сел напротив него. Он сказал, что слышал обо мне, но попросил рассказать о себе побольше. Потом мы начали обсуждать войну судного дня. Расскажите об управлении войсками после объявления войны, попросил он. Я рассказал о проблемах, с которыми мы столкнулись в этой войне. Впервые нападение врага заставило Израиль по-настоящему неподготовленным. Это… А сейчас уже второй раз, да? То есть, но тогда это… Относительно того, что сейчас, это вообще… Ранее в течение всех войн молодые люди воспринимали все, что им говорилось. Теперь после этого шока, после потери 2700 солдат, они стали подвергать командование критики. Я рассказал Рэбе о наступившем кризисе доверия. То есть, если тогда после войны был кризис доверия, то сейчас, ну… Ну, реально, кризис доверия. Знаете, Рэбе, сказал я, с военной точки зрения это был успех. Наши войска оказались на расстоянии 101 километра от столицы Египта и менее 40 километров от столицы Сирии. Нет, не согласился Рэбе. Победа в войне – это захват столицы. Да, сказал я, но там были проблемы с логистикой. Какие проблемы с логистикой? Спросил Рэбе. У генерала Шарона закончилось горючее. Он мог использовать горючее, которое египтяне приготовили для себя. Рэбе подразумевал хранилище с горючим, которое египтяне подготовили вдоль дорог еще до нападения на Израиль. Почему Шарон и его дивизии остановились? Он должен был дойти до Каира. Победа в войне, настаивал Рэбе, это захват столицы. Беседа перешла к Синайскому временному соглашению, которое Израиль только что подписал и в рамках которого отдал ключевые территории Синайского полуострова, нефтяные поля Абу-Рэдис и некоторые другие природные ресурсы. Рэбе очень решительно критиковал этот шаг. Природные ресурсы нельзя отдавать, это имущество. Бензин – это не кусок пустыни. Как можно отдавать нефть и стратегические территории? Это неправильно. Он наставил на том, что только военные командиры должны определять, какую землю можно и какую нельзя возвращать. Политики не так хорошо разбираются в вопросах безопасности, и поэтому не имеют права решать, какие земли возвращают. Ведь не им придется заново отвоевать эти земли. Я лично не был с ним согласен. Мне казалось, что такие решения должно принимать гражданское руководство. Но он считал, что более реалистично видеть ситуацию военное руководство. Именно они воюют, они побеждают в воинах, и им приходится бороться с последствиями. Он не мог смириться с тем, что мы сделали ненужные необоснованные уступки. «Слышали ли вы когда-нибудь что-либо подобное?» – спрашивал он. «Государство побеждает, а затем предлагает врагам забрать территорию обратно». Весь этот диалог очень удивил меня. Откуда этот раввин так хорошо знает столь далекий от него сферы жизни? Как он может в них так подробно разбираться? Я знал, что Рэб имеет диплом инженера, и круглого интереса может быть шире, чем у обычного раввина. Но все же его осведомленность во всем, что происходит в настоящее время в Израиле, меня поразила. Мы перешли к другим темам – подготовка кадров для следующего поколения, самолетом, который мы приехали проверить, роли веры в обороне Израиля. В какой-то момент Рэб предложил, чтобы я начал накладывать тфилин. Я сказал, что я верующий человек, но не религиозный, тфилин значит для меня немного. Он спросил меня, разве вы не верите в Бога? «Позвольте мне рассказать вам о Боге», – ответил я, и начал рассказывать о друге моего детства по имени Зорик Лев. Зорик и я вместе летали первое время на спидфайерах, потом на метеорах, ураганах, мистерах, и, наконец, на миражах. В течение войны судного дня, когда я командовал Тельнофом, Зорик был командиром авиабазы «Аромат Давид». Там есть две авиабазы, я слышал, да, в Израиле? На седьмой день войны в пятницу, 12 октября, в 8 утра, группа Зорика возвращалась на базу после атаки около порта Саида в Египте. Зорика подбили над Средиземным морем. Его напарник видел, как самолет падает в море. Тело Зорика так и не нашли. Сын Зорика Уди был ровесником моего сына Зоара и переехал жить к нам. Оба мальчика должны были вскоре отмечать бармитсву, и после школы учили каждый свою автору с раввином моей базы. В пятницу, за день до моей встречи с Рэбой, жена позвонила мне в Вашингтон. Случилась ужасная трагедия. Уди умер. Сын этого летчика второго умер перед бармитсвой. У него был приступ астмы, и он умер у своей матери на руках. Тали жена Зорика и мать Уди столько выстрадала. Сначала она потеряла мужа, затем ее взять Йором. Также боевой пилот-капитан был убит три недели спустя после того, как женился на ее дочери. А теперь она потеряла Уди, внука, это мать, ну, то есть вообще. Я рассказал обо всем этом Рэбе и спросил. Рэбе, почему Бог не распределяет страдания по разным людям? То есть одна семья и вот так вот, ну, всех покосила. Рэбе помолчал, а затем ответил. Мы простые, смертные. Как мы можем понять пути Бога? Мне всего лишь 73 года, и я каждый день продолжаю учиться. А Бог вечен, и Он гораздо мудрее всех нас вместе взятых. Нельзя судить о вещах только потому, что происходит в настоящем. Надо видеть всю картину, включая прошлое и будущее. Возможно, дебиль Зорика и Уди спасла или спасет много других жизней. Мы продолжили беседу и обсудили еще несколько тем. Коснувшись вопроса проживания семей военнослужащих на территориях военных баз, Рэбе подчеркнул, что дети не должны жить в таком окружении, в атмосфере войны и среди средств массового уничтожения. Я объяснил, что это необходимо, чтобы поддерживать состояние постоянной готовности. Он возразил, что этот вопрос можно решить, используя новые технологии. Вдруг он задал мне вопрос. Что бы вы сказали о стране, полное оружие и бомб? Не успею я собраться с мыслями, как он продолжил. На первый взгляд, такая страна будет выглядеть, как общество бандитов и убийц. Но если вы заглянете подальше, увидите города, наполненные мирными жителями, то придете к выводу, что оружие служит мирной цели – защищать и оберегать жителей от врагов. Это впечатление прямо противоположное первоначальному. Я не мог понять, что Рэбе хочет этим сказать. Тогда он объяснил мне, что это точная аналогия моей дилеммы насчет семьи Зорика. Иногда то, что мы видим, является лишь маленькой частью большой картины, которую невозможно увидеть с нашей простых смертных точки зрения. К тому времени атмосфера в кабинете стала настолько теплой и непринужденной, что я набрался смелости и сказал. «Вы спросили об управлении, а я стал рассказывать вам о трудностях. Но вы – лидер, имеющий столь обширное влияние на еврейское сообщество по всему миру. Почему вы не пришли, чтобы поддержать нас? Почему вы не переезжаете в Израиль?» Такой он задал вопрос Рэбе. Действительно, Рэбе, ну, он был, вот, я вот, когда-то учился у Раф Зильдера, да, вот, ты приходил к нему, вот, такое ощущение, что есть ответ у него на любой вопрос. Вот, полная уверенность, что ты к нему приходишь, он задает вопрос, и ты делаешь, и все. И все получается. Теперь Рэбе был, ну, просто, не знаю их уровень сравнивать. Интересно, что когда Раф Зильдер в 1971, по-моему, или в 2-м году он переехал в Израиль, Раф Зильдер, он поехал в Америку, и Рэбе с ним встретился, у них беседа была с 4 до 5.30 утра, полтора часа. Это вот, чтобы ты остался евреем, книга про Раф Зильдера, и он пишет, как, с 4 до 5.30 утра была у них встреча с Рэбе, и Рэбе ему сказал, Раф Зильдер ему задал вопрос тогда, я приехал сейчас в Израиль, чем мне заниматься? Он был физик, он был физик, учился там у академика Чеботарева, у него была какая-то работа по математике, чуть ли не на Нобелевскую премию. Но Рэбе ему сказал, говорит, сейчас в Израиль приедет большое количество из России репатриантов, кто-то должен с ними заниматься, и говорит, ты должен заниматься терувом, и он как бы, ну, посад дал ему как направление, благословение, Раф Зильдер, и за него не пошел в науку, а начал заниматься терувом. И был учитель математики в школе, и очень много людей вернул именно вот так вот к Торе. Теперь он ему задает этот вопрос Рэбе, почему вы не переезжаете в Израиль? Рэбе изменился в лице. Впервые за время нашей беседы он выглядел недовольным. Он молчал дольше минуты, а когда сидишь в кабинете, это слишком долго, и вызывает дискомфорт. Я подумал, сейчас он попросит меня уйти. Но Рэбе спросил, какое отношение это имеет к тому, что мы обсуждали. Когда я пояснил, что ответ важен лично для меня, он немного смягчился и сказал, что в Израиле его возможность влиять на еврейский мир заметно уменьшится. И добавил, мы сидим сейчас в Нью-Йорке, это центр мира. Представьте, что мы сидели бы в Иерусалиме. Я не мог бы даже позвонить в Москву. Отсюда я могу связаться с любой еврейской общиной по всему свету из Нью-Йорка. Я заметил, что дверь чуть приоткрывается. Равин Клян проверял, все ли в порядке. Я посмотрел на часы и обнаружил, что прошло полтора часа. Я спросил Рэбе, не устал ли он? Он ответил отрицательно и добавил, что если я не очень устал, то он хотел бы задать мне еще несколько вопросов. Наша беседа продолжилась. Спустя примерно 2 часа и 20 минут в кабинете вдруг послушался зумер. Рэбе не реагировал. Я обратил внимание, что на протяжении всей нашей беседы он не смотрел на часы. Он даже ни разу не отводил от меня взгляда. Ни разу. Это замечали все, кто были у Рэбе. Это его была уникальная такая особенность, что когда он с тобой разговаривал, он вообще не отвлекался. Он был полностью погружен. Вот есть только ты, и человек прямо это чувствовал, что вот в данный момент в мире есть только вот Рэбе, он и все. И Рэбе вообще не отвлекался. Такая у него была история. Рэбе, он даже не отводил от меня взгляда ни разу. Рэбе сказал я. Я видел собравшуюся в комнате ожидания очередь. И секретарь постоянно заглядывает. Часы показывали 0-0 часов 45 минут. Да, верно, сказал он. Он встал, я тоже поднялся. Он проводил меня до двери и открыл ее передо мной. За дверью стоял Рэбин Кляйн. Я не забуду эту сцену. Комната ожидания была полна студентов, которые, как сказал Рэбин Кляйн, только что приехали на учебу. Все они ждут, пока завершится моя 15-минутная встреча с Рэбом. Прошло 2-20. Рэбе пожал мою руку и сказал, в любое время, когда вы будете в Америке, приглашаю вас зайти. И действительно, я приехал к нему еще один раз. И та встреча тоже была очень интересная. После того, как Рэбин Кляйн проводил меня, я уселся в тихом помещении, чтобы записать содержание нашей беседы, пока оно еще было свежо в моей памяти. Это очень крутая тема, сразу записывать, знаешь, что-то важное, сесть, сделать репортаж. Я сидел там полтора часа и списал 10 или 12 листов. По возвращении в Израиль я подготовил меморандум для своих коллег, в котором подытожил свои впечатления. Смотрите, страница 122. Наверное, там какая-то фотография. 122. А, это дальше будет. А вот нет, это меморандум, отдельно есть меморандум. Впечатления о Рэбе, порядок встречи, тема поднятая мной. Красиво. Я задал Рэбе несколько конкретных вопросов. Ну, что вы думаете о новом соглашении с Едиптом? Считаете ли вы, что наш враг силен? Давайте дочитаем некоторые вопросы, может, какие-то, если интересно будет, прочитаем тоже. Значит, написал меморандум. Я не религиозный человек, но вернувшись утром в отель, долго не мог заснуть. Я чувствовал, что пережил нечто невероятное. Это было потрясающее духовное впечатление. Кто мог ожидать, что с великим знатоком Тора можно обсуждать такие вещи? Почему Шарон не использовал египетское топливо или стратегическую ценность ВВС в рамках глобальной войны? Или должны ли семьи военнослужащих жить на территории военных баз? И как это повлияет на боевую готовность? После аудиенции у Рэбе со мной стало происходить нечто интересное. Где бы я ни был, хабанники находили меня и являлись ко мне с визитом. Они просто молились с ним. Ну да, 2.20, это знаешь, у них же все было записано. Они приходили ко мне и позже, когда я 2,5 года жил в Бастоне. И в каждом доме, где я жил, в Израиле, они приносили мишлу Ахманот в Пури, мацу к Песаху, вешали мизузы на моей двери. Когда я прилетал в Лос-Анджелес, меня уже ждали с парой отфелины. Я произносил молитву Шма. Это были настоящие солдаты. Солдаты армии Рэбе. Спустя 2 года после той памятной встречи с Рэбе, премьер-министр Израиля Минахим Бедин посетил Тельнов. Спустя 2 года после той памятной встречи, премьер-министр Израиля Минахим Бедин посетил Тельнов. Он вошел в большой зал, где его ожидали порядка 700 высотих армейских чинов, командование в полном составе. Мне, как командиру базы, представила встретить премьер-министра и представить его публике. Бедин поднялся на сцену и после того, как утихли овации, начал свою речь. Я только что вернулся из Соединенных Штатов, где у меня была очень трогательная встреча с Любавичем Рэбе. Я могу сказать вам следующее. Только один человек провел у него в кабинете больше времени, чем я. Это ваш командующий. То есть он рассказал. Вскоре после визита к Рэбе Ран разослал свой меморандум нескольким друзьям из израильского военного истеблишмента. Хотя этот меморандум предполагает знание определенных военных терминов, он представляет захватывающую возможность заглянуть в его беседу с Рэбой. Тем более, что он основан на конспекте, написанном сразу после визита. Но мы не будем все читать, да? Просто какие-то вопросы, там, например, есть первое впечатление Рэбе и его деятельности. Именно Рэбе впечатление. Интересно, как он его описывает. Добрый, живой, резкий, как хлыст, реагирует быстро, глаза сияют, лукавая улыбка. Громко смеется и производит очень доброжелательное впечатление. Невысокий, широкоплечий, держится достойно, говорит на традиционном иврите. Иногда приправляет свои слова английским и идишем. Цитирует Бенгариона, приводит примеры из Талмуда и ссылается на недавние заметки в газетах. Простой неприбранный кабинет, обставленный скромной мебелью. Типы книг в каждом углу. Порядок встречи, например, тут, ну, тема поднятая мной. Наши отношения на базе, мои выводы, там, т.р. п.р. Такой хороший меморандум. Важность... Так, это тема, которую он поднимал. Я задал Рэбе несколько конкретных вопросов. Волнует ли мировое вредство ситуация в Израиле? Давайте, если интересует вопрос, голосование, буду читать. Не интересует, пропускаю. Мировое вредство ситуация в Израиле. Мы можем послушать. Разумеется, волнуют. Толь не волнуют. И они поддерживают Израиль во многих сферах. Однако им не хватает ответных жестов из Иерусалима. Израиль недостаточно излучает свой свет и величие в диаспору. То есть, ну, мы видим сейчас, что, ну, весь мир встрепенулся, евреи приехали, ну, там, реально, как бы, из Америки вообще столько приехало. Ну, вот, очень помогают. Изменилось ли в последнее время наше отношение с США и почему? Ну, то, что сейчас США сделала, такого никогда за всю историю не было. Чтобы сразу прилетел президент, сразу прислали группу авианосов. То есть, never ever вообще никогда.